Веда говорится, что ты деньги, которые заработал, с собой не унесешь. Дом, который ты построил, с собой не унесешь. Знание, которое ты получил о том, как правильно жить, всегда будет передаваться из одной в жизни другую. И всегда ты его сможешь применить там, где ты опять появился на свет. Поэтому знание является самой большой ценностью. Знание, подкрепленное опытом, потому что знание, просто полученное из книги, выслушанное, недостаточно. Это еще не входит в сердце, оно только пошло по пути к сердцу, это знание. Нужно еще так начать жить. Когда человек так живет, он понимает, есть, работает система, вот она, правильно. Все, значит, есть. Вы получили уже возможность не так сильно в следующей жизни стоять в углу. Потому что не надо думать, что обязательно мы всегда будем в углу стоять, не факт. Ведь можно и не стоять даже в этой жизни, даже сейчас. В этом заключается ответ на вопрос. Есть две жизни у человека. Одна жизнь означает карма. Что такое карма? В интернете мне рассказали, показали мою такую искаженную лицо совершенно, иногда так в лекции читаю, не замечаю. Такая, какая-то гримаша такая. В интернет. И подписано. Карма это жесть. В интернете сейчас сходят такие фотографии. Кто-то помогает мне лекции читать. По-своему. У него свое отношение ко мне такие, другие отношения такие. Но мне помогает. Потому что это правда. Карма это жесть. Это правда. Она не спрашивает, понимаете, как нас мучить. Она нас будет мучить так, как она хочет. Но кроме кармы есть еще в нашей жизни другое. Смотрите. Любовь к труду это не карма. Это то, что будет увеличивать в нашей жизни счастье. Чем больше человек с любовью трудится, тем больше в жизни счастья. Откуда это счастье берется, будет браться? От благодарности людей, которые вокруг работают. От того, что начальник смягчится. Он увидит, что ты с любовью трудится. Он тебя начнет уважать. Раз он тебя будет уважать, это значит, что если покармить тебя, надо будет выгнать с работы, он тебя отправит в отпуск на месяц. Ну, он отправит тебя. Ну, надо выгнать его. Ну, он хороший человек. Ну, ладно, на месяц. Выгоним на месяц, не больше. Карма же действует через других людей. Допустим, если женщина вот с верностью служит мужу, ее надо по судьбе бросить, допустим. Он ее не бросит. Он уйдет просто, погуляет и вернется назад. И все. И семья сохранится при этом. А может быть и вообще даже не погуляет, если вы ее отработаете со всем этим кармом. Понимаете, карма меняется в процессе деятельности, который имеет духовную природу. Когда душа начинает действовать сама. В разных аспектах. Трудолюбие – это один из видов проявления деятельности души. Есть честность, есть верность, есть смирение, есть послушание, есть решимость. И тогда есть много. Решимость в чем? Не в том, чтобы пельмени на спорс есть. А решимость в том, чтобы двигаться правильным путем жизни. Потому что трудолюбие не означает упахиваться на работе. Трудолюбие означает трудиться над тем, чтобы менять свою судьбу. Означает так же и упахиваться на работе. В чем? Для чего человек работает? Он работает для того, чтобы сделать всех счастливыми вокруг. Для того, чтобы помочь, сделать пользу этим людям, которые получают продукт. Вот ты делаешь какой-то продукт. Он бывает разным. Одна машина, на ней можно ездить вечно. Она сделана с любовью. Вторая разваливается, как по каким-то причинам, раньше времени. Почему? Потому что в продукте, в любом, которому делать, заложена или любовь, или там ничего не заложено. Один делает операцию, и у него больные всегда выздоравливают быстро, а у другого осложнения одни. Почему? Потому что там любовь вложена, а там нет. Там, где вложена любовь, там присутствует Бог. Потому что высшие силы живут только любовью. Для них есть только один закон, это любовь. Поэтому все хотят так иметь предмет, который наполнен любовью в своей жизни. Ну, допустим, вы много стульев, допустим, можете купить, но если вам с любовью подарят стул, вы никогда его не выбросьте. Он будет у вас в квартире стоять, и вы скажете, это мне с любовью человек подарил, мастер хороший. И он всегда будет стоять в вашем... И самое интересное, что он не сломается, вот в чем дело. Что это настоящий стул будет. И так человек живет для того, чтобы культивировать в себе знания, культивировать в себе любовь. И он должен над этим серьезно трудиться. Трудолюбие означает работать над своей судьбой. Потому что когда человек работает над своей судьбой, проходит несколько дней, несколько времени, и он попадает в другой коллектив, попадает в другие условия жизни. Все меняется в лучшую сторону, он уже не так тяжело стоит в углу. Все меняется, потому что человек начинает прилагать правильно усилия к своей жизни. Понимаете? Одни люди постоянно работают, живут, там работа, дом, там фильмы. Другие люди живут по-другому. Они ищут истину. Вот они положили на стол. Хорошо рекламировать таких людей. Это рекламная пауза. Вот книжка называется «Путешествие домой». Кто почитал, поднимите руку. Пожалели, нет? Нет. Потому что удивительная личность, удивительная личность. Один раз этот человек в своей жизни меня обнял. Один раз. Мне этого было достаточно. Мне больше не надо. Потому что такие люди очень редко встречаются. Этот человек с самого детства хотел только искать истину. Ему ничего в жизни не надо было. И он рассказал про свой жизненный путь в этой книге. Сегодня летел он на самолете. Мне в Ижевске подарили другую книгу. Подарил человек, сказал, почитай. Тебе нужно это знать. Книга называется «Не святые святые». Православная. Я не почитал. Я читаю, да? Я читаю. Знаете, как я это услышал сегодня? Я ночью летел на самолете. И рядом со мной сидел мужчина и читал эту книгу. Весь, всю дорогу. Я смотрел на него. И у меня в сердце появлялось чувство к этой книге. Потому что я видел, как этот человек читал им. Передается чувство, понимаете, ко всему. Передается. Я эту книгу не читал, но вам рекомендую уже. Потому что как бы чувство передалось. При этом он будет читать. Итак, не святые, святые. Архимандрит Тихон. Вас продается здесь? А где продается? А? А где она продается? Православная книга. Ну вот, почитайте. Это ведическая уже книга Рахтанатха с вами. Это такой святой человек ведической традиции. Очень возвышенная личность. Я его лично знаю много лет. Необычная личность. Он признан как святой человек президентом Америки современной. А также он недавно выступал в парламенте Англии. Есть. Вот можете набрать Рахтанатха с вами и парламент Англии. Два слова в поисковике. И вы, может быть, найдете видео в Ютубе, по крайней мере, есть. Как он с ними разговаривал. Люди плакали. Это правители сидели. Они слушали его и были в состоянии глубокого счастья. Того, что они общаются с таким человеком. Необычная личность совершенно. У него десятки тысяч учеников. И он очень много им дает. Своим ученикам. В жизни. Много дает. Ладно. Существуют такие у нас... Следующие высказания. Существуют такие, как бы, веселые настроения в нашей жизни. Они называются праздность, медлительность, забывчивость, вялость, сонливость. Эти настроения постоянно соблазняют человеческое существо. И этому человеку в своей судьбе суждено стопроцентное крушение. Стопроцентное крушение. Внутри эти силы, праздность, вялость, забывчивость, медлительность всегда пристают к нам в жизни. Они всегда идут за нами по пятам. Но эти все силы означают, что мы не понимаем, где мы живем, где мы находимся. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Понимаете? То есть душа не должна просто быть расслабленной. Она обязана трудиться. Вот, допустим, тебе близкий человек по судьбе достался, и что люди делают? Вот если взять, допустим, любые фильмы, любые фильмы, любые там, вот, все, что происходит, в любых журналах, глянцев, вы увидите, только одно. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Два человека близкие, как бы, стали близкими. Между ними появилась любовь. Что делать надо в это время? Мои хорошие, в это время надо разговаривать. Разговаривать о том, как жить будем. Какие у меня есть недостатки в характере, как их преодолевать. Общение нужно, понимаете, в это время. Потому что в это время все принимается, все признается, все, нас совсем человек согласен. В это время нужно не балдеть в отношениях. Вот смотрите, опять то же самое. Праздность, медлительность, забывчивость, свялость, сонливость. Соблазняют человека. Мы хотим наслаждаться отношениями, а потом что наступает? Тю-тю. Потому что в это время было использовано неправильно. В юности, допустим, юность для чего дается человек? Чтобы учиться. Учиться жить. Означают, аскезы. У меня сейчас около 20 человек учеников, ребят молодых, они учатся жизни. То есть учатся, вот видеть тонкие вещи, там учатся жизни. Не все из них будут врачи, это факт, но все из них будут хорошими людьми. Вот один из них дает сейчас консультации по моим методам, можем кому-то помочь. Нет, там, сзади, бесплатно, если можете попасть туда. Не знаю, тут, наверное, запись уже. Так или иначе, вот посмотрите, очень хороший человек. Почему очень хороший? Потому что он правильное образование проходит, понимаете? Он учится жизни. Молодой человек должен учиться жизни. Он не должен просто проводить праздную жизнь. Чем занимается большинство молодых людей? Тем же, чем занимался поручик Ржевский, так? Потом что они от этого получают? Безмозглость. Одну безмозглость они от этого получают, и все. Они теряют самое главное время в своей жизни, в которое человек способен много чего в своей жизни поменять. Много чего. И веды говорят, в это время человек, когда он еще не устроен в жизни, когда он еще молод, когда у него много сил, эти силы надо не тратить ни на женщин, а на то, чтобы получить знания. Надо развивать себя как личность. И самое лучшее в это время соблюдать целебат. Вот эти люди все, они не смотрят на девушек вообще. Они учатся просто жизни. И они становятся очень сильными, смелыми, крепкими, разумными. Всех самые хорошие качества приобретают эти люди. Благодаря тому, что они правильно выбрали свой путь в жизни. женщина должна тоже быть семейной. Она должна жить в семье, она не должна там уходить куда-то и аскезы совершать. Она должна учиться быть в семье с молодости, учиться служить маме, учиться служить папе, учиться служить родственникам. И так она становится настоящим человеком. Она приобретает удивительные, уникальные свойства, качества, которые дают возможность ей потом быть счастливой. почему девушки не хотят помогать маме? Ну, почему вот девушки не хотят помогать маме? Почему? Потому что праздность, лень, медлительность душат их судьбу. А потом уже поздно, потому что уже замуж выскочила, а готовить мужа не хочу, а он меня мучит из-за этого. Вот я вот так живу сейчас, несчастный из-за этого я. А готовить все равно не хочу. Понимаете систему, нет? Есть силы, которые будут нас мучить. Почему? Потому что это место предназначено для учебы. Мы здесь в углу стоим. Если бы все было по-другому, так сразу тогда человеку бы дано было бы самое лучшее, и все, он жил бы как надо. А он ему дается не самое лучшее. А некоторые женщины даже это, не то, что они там скучают дома, они просто из дома бегут на работу в институт и там проводят свое время. Означает еще хуже. Это вообще не свой путь для них, не свой. Женщина должна силы отдавать личную жизнь. А учеба в институте это на втором месте. Учеба в институте, школа для женщин на втором месте. Личная жизнь на первом. Туда силы надо отдавать в отношения, надо развивать отношения для женщины. Это первое место для нее. Все остальное на втором. Девушки, кто услышал, поднимите руку. Кто услышал? Молодцы. А кто не услышал, поднимите руку. Тоже молодцы. Начать честность. Честность означает. Здорово. Теперь описывается, что будет. Павший жертвой бездеятельности и праздности сначала встретится с суждением друзей и близких людей, а потом его ждет презрение в жизни. Презрение. Ну, допустим, мужчина его уволили с работы и он работал на какой-то поставленной должности. И он приходит домой и говорит, я работать больше нигде не буду. Я вот такой по природе. У меня такая природа быть начальником. Я по природе начальник просто. Понимаешь? Жене говорит, поэтому я буду искать такую работу себе. У меня природа такая быть начальником. Три года проходит, он по природе начальник, но сидит дома. Жена его кормит. Что у жены в сердце возникает? Презрение. И он с этим ничего начальник сделать не сможет. а потом это презрение возникает в сердцах всех людей, которые как-то в жизни с ним соприкасаются. Почему? Потому что гордость сломала его судьбу. Был хоть ты начальником, хоть ты был там... Вообще каждый суслик у себя на поле агрономы, если так разобраться. Вот. Каждый суслик все агрономы. Вот. Но на самом деле надо просто быть человеком и все. Вот у тебя допустим нет работы иди работай там где берут и все. И живи нормальной жизнью спокойно. Выполняй свой долг перед обществом. И будешь счастлив. А если тебе суждено быть начальником обязательно станешь. Если у тебя природа быть начальником не надо беспокоиться об этом. Это значит что тебя примут таким как ты есть. Обязательно примут сто процентов. Ко мне один человек подошел говорит у меня природа лекции читателя Олег Геннадьевич. Я говорю хорошо читай. Ко мне приходят три с половиной человек на лекции. Что делать? Я говорю читать лекции дальше. Ну у меня же природа читать лекции не стенком. если ты не будешь думать о том сколько приходит. Это все равно. Просто читай свои лекции и все. У меня природа допустим читать лекции. Как я начал читать лекции мама мне рассказывала. Три года мы ездили к бабушке деревню и по дороге как бы на остановке долгое время пришлось находиться. Вот она меня поставила на телегу и два часа рассказывала стихи всем. Все собрались люди вокруг и я рассказывал стихи в три года. Люди собрались и слушали. Природа проявилась. А природа нами не контролируется. Вот у человека есть какая-то природа вот он так и действует в жизни. такая природа. Но он не должен думать о результате. Результат не является природой. Это награда. Награда. Вот допустим женщины у меня природа быть матерью. Хорошо быть матерью. Я не могу родить. Возьми на воспитание. Не хочу. Ну тогда значит ты не будешь действовать по своей природе. Останешься одна просто и все. Если ты капризничаешь хочешь результата значит жизнь не будет никакой счастливой. Я хочу быть старшим руководителем допустим. Пожалуйста будь им. Но никому никто не подчиняется. Хорошо будь подчиненным тогда. придет время станешь руководителем. Почему? Потому что человек должен просто действовать сначала. Действовать. Действие дает возможность человеку повышать свой разум. Веды говорят что разум человека соткан только из поступков. Он соткан из слов и мечты. Поверь мечту поверь мечту поверь мечту скорее. это не разум. Разум действует. Совершает поступки. Допустим я хочу быть врачом допустим это мечта. Что нужно делать? Клизмы. Почему? Потому что больше ты ничего не можешь делать. Когда в институте учился на первом курсе меня родители не содержали им за это очень благодарен потому что я понял что надо жить трудом. Это очень ценное приобретение они мне дали. Я просто работал дворником сторожем и у меня появилась возможность работать медсестрой. Там браком я не знаю там мужиков не было вообще ни женщины. Наверное медсестрой все-таки. у меня был выбор или больше зарплату получать и работать дворником или ставить клизму меньше зарплат но по своей природе. я выбрал клизму и был счастлив потому что я почувствовал что это моя природа ставить клизму в соответствии с тем что я могу делать в это время понимаете больше я ничего не мог делать но параллельно когда я стал клизмой я с людьми общался пытался как-то им помочь словами и так далее и мне было хотелось там быть с людьми и помогать людям я не хотелось высокого положения занять как врач не хотелось получить большую зарплату врачебную это не означает природа врача природа врача означает помочь человеку я этим занимался и слава богу что господь дал мне возможность проявить эту природу с самого начала иногда у людей не проявляется природа с самого начала он не знает чем заниматься вообще чаще всего так и бывает в наше время почему потому что семьи не живут трудом смотрите все это общество весь этот мир сейчас как интересно действует смотрите мы приходим домой смотрим телевизор мы трудимся в это время нет мы развлекаемся а мы информацию получаем какую информацию какая нам разница кто кого в Мозамбике изласиловал какая нам разница где произошло там землетрясение это что меняет нам жизнь как-то что-то меняет нашу жизнь существенным образом получите информацию о своем ребенке получите информацию о своем своей судьбе о том что происходит в вашей жизни получите информацию о своем здоровье как получить информацию о здоровье надо делать зарядку время зарядки информация придет разваливаюсь я или нет это означает деятельность действие дает возможность человеку жить смотрите наша жизнь как строится стирать мы не можем потому что у нас стиральные машины стиральная машина любовь в одежду вкладывать нет нет что она вкладывает в одежду порошок стирал мужчины видите с болью в сердце заявили ну ладно хорошо можно вкладывать в одежду любовь которая в стиральной машине находится можно даже когда она просто там находится женщина может с любовью думать о том чтобы это белье постиралось с любовью и она постирается с любовью но она в это время смотрит мертвые не потеют по телевизору самая проблема большая заключается в том что они никогда не вспотеют это многосерийный художественный фильм Санта Билиберда 567 серия никакого результата это в этом просмотре не будет не будет смотрите какая культура в какой культуре мы живем мы живем в культуре в которой нет результата мы смотрим телевизор читаем книги мы что-то делаем в это время нет есть книги конечно вот это не святые святые это уже другой вопрос это душевный труд понимаете я разок смотрю так я не во мне нет телевизора но в интернете иногда появляются там в Краснодарском крае там залило там все потоп там все все жертвы там и все плохо это вот в соседнем селе там недалеко и мы как раз проезжали мы ехали когда на фестиваль на очередной наш мы проезжали мимо этого села и это посмотрели что там происходит и местные жители говорят да у нас просто село в низине стоит и всегда когда дождь поток но мы нормально мы уже привыкли так же не хочешь переезжай какие проблемы но есть необходимость привлечь наше внимание понимаете поэтому информация гипертрофируется но это как бы я не об этом сейчас говорю не о том даже что это все пустое человеческая жизнь не для этого предназначена чтобы узнать о том что в Мозамбике кого-то изнасиловали не для этого человеческая жизнь предназначена понимаете а вот с любовью подумать о белье гораздо лучше для судьбы чем сидеть и смотреть туда что ничего тебе не даст в жизни вообще ничего кроме осквернения потому что сейчас по телевизору больше осквернения идет чем пользы есть конечно хорошие передачи это факт но их можно отслеживать просто и избирательно смотреть но многие люди просто приходят домой с целью посмотреть телевизор телевизор и начинают вот так вот по каналам почему потому что жить не хочется жизнь означает труд когда человек смотрит телевизор это не труд труд это то что передает любовь от одного человека к другому от одного человека к другому должна передаться любовь это называется труд если мы с любовью стираем с любовью готовим с любовью воспитываем детей с любовью что-то делаем дома молитва с любовью совершенная это труд у нас допустим какое развлечение у нас когда выходной день выходной знаете как развлекаемся мы тоже развлекаемся у нас тоже есть развлечение мы садимся в 6 утра ставим изображение человека которого близкого нашего человека какого-то может старшего которому сейчас тяжело часто в основном изображение старших людей которым тяжело сейчас жизнь судьба как-то действует плохо на них там болезни или еще что-то лишения какие-то собирается 30 человек и 2 часа интенсивной молитвы за этого человека может быть этот человек как жил так и живет после этого но у нас жизнь меняется конкретно у нас жизнь от этого меняется конкретно 2 часа такой молитвы и столько счастья весь день мы потом не знаем куда это счастье девать ведь человеку счастье вожить очень просто ему надо просто понять в чем является действие что является действием что является бездействием почитать роман какой-то это не действие это бездействие а сесть и пожелать всем счастья желаю всем счастья желаю всем счастья это действие смотрите вот сейчас допустим представьте себя, выйду на улицу, гляну на село, вот мы выходим на улицу, глядим там на Омск, и что мы видим? А должно быть как, девки гуляют, и мне весело. Почему так у нас сейчас нет? Потому что культура стала другой. Люди не хотят общаться, встречаться, обмениваться любовью. Они сидят и получают просто общение, это называется потребительская жизнь, потребительская культура, понимаете? Она основана не на разуме. Вот это вот потребление, в нем нет деятельности разума, потому что, чтобы подействовать разум, чтобы подействовал, что нужно сделать, я вам сейчас объясню. Первый этап деятельности разума всегда один и тот же. сначала яд, не хочу делать зарядку, потом нектар после зарядки. Не хочу поститься, потом нектар после поста. Не хочу под холодный душ, потом лектар после холодного душа. Не хочу прощать мужа, потом нектар после того, что простило. Первый этап деятельности разума, это всегда нужно приложить внутренние усилия. Нужно понять, что это нужно в жизни, в этом есть необходимость. Но когда действует ум Никакого усилия не нужно Чтобы смотреть как 24 дурака Бегают за одной кожаной тряпкой Для этого не нужны усилия Понимаете? Просто сел И все Причем ты себя не контролируешь В это время Оно все само происходит Все подпрыгнули, ты подпрыгнул Все в морду побежали бить И ты бежишь бить И хорошо, правда? Вот это означает потерянная жизнь То есть так человек теряет себя в жизни Потому что время предназначенное для счастья Он зря просто тратит Ведь настоящее трудолюбие Начинается не на работе Не на работе, мои хорошие Вот смотрите На работе чем мы занимаемся? Мы просто получаем возможность жить Вот для чего работа нужна? Она нужна для того, чтобы мы не померли с голоду Чтобы мы не замерзли в холодную зиму Чтобы было где пригреть Чтобы было тепло Было покушать Была как-то возможность жить нормально Так или нет? Для этого человек трудится Видите, вы со мной согласились Но многие из вас не так считают Они считают, что надо не просто квартирка А получше Не просто машинка, а получше Не просто работа, а получше Не просто денег, а побольше И так далее Но тогда, мои хорошие Получается другой результат Работа будет ради работ Потому что смотрите Если человек не довольствуется тем В своей жизни Что приходит естественным образом К нему Само собой Это значит, что у него не будет Времени Времени На жизнь Потому что жизнь Означает Вот то, что я вам сказал Прийти Попросить впервые жизни Прощения у мужа за все Впервые жизни Покланяться своей матери И своему отцу Начнется жизнь Сразу с этого момента Впервые в жизни Начать с друзьями Говорить не о том Где мы бухали И как А найти таких друзей С которыми можно было поговорить О том, как жить правильно Это тоже жизнь Честно сказать С любовью Что-то близкому человеку Это жизнь Сделать зарядку Жизни Под похлопный душ Стать Жизнь Кто из вас В проруби Купался на крещение Поднимите руки Почувствовали жизнь Нет? Ух Но Вся система В которой мы живем Она Не способствует Настоящей жизни Эта система Способствует тому Чтоб мы С любовью не стирали С любовью не готовили Время свое свободное Не отдавали Служению людям И развитию себя Как личности А просто Наслаждались Жизни Которая скоро Кончится И пройдет Зазря Потому что Человек не живет Для того Чтоб работать На работе Он не живет Для этого Это нужно Только для того Чтобы жить А жизнь Человеческая Предназначена А вот для того Что я вам сказал Для того Чтобы Молиться Учиться Богу Строить Внутренние Отношения С близкими Людми Учиться Внутри себя Почувствовать Человека С которым Ты живешь Потому что Тебе все равно Его будет Придется почувствовать Изнутри Все равно Тебе придется Его почувствовать Изнутри Никогда Когда его Рядом с тобой Уже не будет Вот когда он Уйдет Из жизни Ты скажешь Аааа Зачем ты меня Оставил Я еще не смогла Понять тебя Я никогда Тебя не любила По настоящему Кто испытывает Сейчас это чувство Поднимите руку Вы согласны Со мной Или нет Что когда близкий Человек уходит Единственное О чем мы Сожалеем Что мы с ним Не объяснили Ему О том Как я тебя Люблю И как Сколько я Для тебя Хотел бы Сделать И это Мы ему Не сделали А хотели А почему Не сделали А потому Что мы Не знаем Что такое Настоящая Жизнь Настоящая Жизнь Соткана Из поступков Направленных На служение А не на то Чтобы сидеть Возле телевизора Мои хорошие Хоть там Информацию Хорошую Говорят Как нам Кажется Но вот Я выкинул Телевизор Из своей жизни 15 лет назад И всю информацию Хорошую О которой Вы говорите Получаю На часа Два Позже Чем вы Вот если Эта информация Действительно Стоит того Немедленно Докладывается Кто-то Скажет Обязательно Потом Можно Не обязательно Телевизор Смотреть Можно просто Посмотреть В интернет Новостях Это проще Потому что Не надо В это Погружаться Прочитал Это гораздо Проще Чем слышать И смотреть Потому что Там Идет Воздействие Есть Какие-то Новости Они нам Нужны В жизни Важные Новости Бывает Но Они приходят Само собой В жизни Не надо Сильно Прягаться Чтобы их Получить Кто со мной Не согласен Поднимите Помогает Уже Вся Лекция Если Человек Не согласен Значит Это его Работа Чаще всего Так бывает Кто-то Не согласен Значит Он так Работает Это его Работа Эту информацию Получать И делать Выводы Значит Он Ну Это его Работа Значит Так Работает Но Большинство Людей Это сто лет Не нужно знать Кого Магазанбики Изнасиловали Ну сто лет Им не надо Это знать Потому что Веды говорят О том Что Человек 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 В своей жизни Как можно Больше Хорошего Впитать В том Что происходит Вокруг Потому что Вокруг Все мрут Как мухи Это раз Ширится Растет Заболевание Это два Если хил И сразу В гроб Сохранить Здоровье Чтоб Тогда Это три Но Но Если человек В своей жизни Получает Другие новости Что вот этот Вот человек Помог Молитвой Другому Вот этот Вот человек Смог Правильно Воспитать Своих детей Его Как бы Отношение К жизни Вот этот Вот человек Смог Понять Что он Душа Что он Вечный А вот этот Вот человек Смог простить И как он Простил Он делится Об этом Своим знанием Вот это Вот эти новости Нам надо знать Обязательно Но по телевизору Об этом не показывают В основном Иногда Показывают Случайно Можно встретить Мне приходилось Очень часто Выступать По телевизору Когда я начинаю Говорить что-то важное Мне говорят Извини У нас Лимит Как бы Времени В передаче Мы не можем Много говорить На эту тему Давай следующую Вот чуть-чуть Сказал на одну тему Потом чуть-чуть На вторую Чуть-чуть На третью Понимаете Это не жизнь Если ты хочешь Что-то сказать Скажи Но у нас нет времени Понимаете Этот вид Передачи информации Не предназначен Для чего-то глубокого Чаще всего Я как бы Не в укор Вот Татьяна Тарасова Которая организует Мои лекции Она сделала Другие передачи Там есть глубина Но Это бывает редко Это бывает редко Так В основном Нечего ловить Там Понимаете Нечего ловить Культура Нашей жизни Должна быть другой Поехали Продолжение следует